Кузидеево Именно здесь и родился наш герой Кирилл Капризов. Здесь все начиналось, когда у нас родился сын. В этот день была Пасха. И, можно сказать, с роддома я сразу первым делом приехал сюда. Так что это святое для него место. А то, говорит, поговорки, то родился в Пасху, то очень счастливый человек. Здесь и крестили. Здесь и батюшка, который до этого был, всегда его помнил. Потому что, наверное, когда крестили, больше всех орал, наверное, и всей толпы там. В деревне нет городской суеты, нет тех развлечений, которые может подарить мегаполис. Зато жизнь в своем понятии тут сводится к самому простому и одновременно с этим самому главному. Когда мама с папой поженились, папа переехал с города, получается, в деревню, к маме жить туда. Ну, как бы, все уже там серьезно стало. И все там, брат уже, наверное, появляться начал. Да, почему-то, знаете, я ждала девочку, мне очень хотелось девочку. И когда мне сказали, родился мальчик, и сказали 4300, у него были очень такие щеки большие. Он на каталке лежал самый большой, мне когда его привезли. Ну, думаю, мальчик, значит мальчик. На этой коробке, где при любой погоде можно найти детворок, когда-то катался и сам Кирилл. Памятных мест для него в Кузидеево много. Еще бы, здесь ведь прошло все детство. Конечно, мы бегали там, в снеговики там что-нибудь собирали, там по сугробам что-нибудь ползали, оденешься, там укутался, и все. Помню, шапки такие еще были на уши, которые ты в шаги, типа, закидываешь, и все, и там бегаешь, кувыркаешься. Он, знаете, он все время проводил на улице. В обед, например, я ему говорю, Кирилл, домой. Если он зайдет домой, значит, я его уложу спать. Он не хотел спать, ему надо было бегать, мяч пинать со старшим братом, там, с соседними мальчишками играться. Я, бывает, даже на табаретке вынесу ему покушать. Он не идет домой, на табаретке поел и опять побежал. Просто тебе ничего не надо, там, в баню сходить тут же, в свою, там, классно. Ничего не надо тебе, там, куда-то там магазин ехать, вот эти пробки, там, спокойненько он сланцы накинул или гауши добежал вон до магазина, все, вернулся домой. Детство Кирилла проходило без айпадов, приставок и прочих гаджетов. По сравнению с современными реалиями, огромный плюс. Ведь вот оно, настоящее детство на улице, на свежем воздухе. Даже копание картошки, ну, чем не физическая подготовка? Например, у бабушек, там, обычно, ну, они же любят, там, много всего рассаживать. И мы ходили, там, копали, там, картука подрос уже, вот к бабушкам другим ходил, соседям. И мы, я, брат, сын, вот у соседей, мы ходили сюда, там, эти ведра в картошку, там, навалишь, и копнул, там, кинул картошку, потом закопал. Здесь прям копал, копает, иногда поливает, когда из него время достается. Но это очень редко бывает. Ну, бывает. Полки, уставленные трофеями, родители хранят каждую награду сына, начиная с самых первых. Неудивительно, ведь в памяти мамы и папы сохранился каждый тренировочный день. Кирилла родители возили за 60 километров в Новокузнецк, в хоккейную школу. И никогда не сомневались, что так и должно быть. У нас был, я как вспоминание, Сергей Исаков, такой хиист хабаровский. Играл на Новокузнецке, мой очень хороший близкий друг. И очень хороший был игрок в свое время. Подарил ему на день рождения, на 4 года коньки. Тот их сразу схватил, одел и давай по дому бегать. И все, и мы сразу тут буквально, сколько-то времени прошло, пришли на стадион, одели форму, я там старую набрал, вообще там непонятно какую старую. И он с первого же дня, наверное, один день покатался там на столичках, и все, на второй день уже покатился. Первый день, я помню, сразу за бортик встал. Мама стояла, папа стоял, и брат тоже катался. У общеобразовательной школы, где учился Капризов, есть своя хоккейная история. Отсюда выпустили Дмитрий Орлов, Илья Сорокин, Сергей Бобровский. Ныне профессиональные спортсмены с именем. Тамара Андреевна, учитель по русскому и литературе, помнит до сих пор, каким учеником был знаменитый голкипер. Сергей Бобровский, ну, вот, знаете, как улиточка какая-то, в каком-то там домике был. Тихие, скромные, но по глазам всегда видела целеустремленные. Вот на фоне всего класса по нему сразу было видно, что он идет к своей цели. Ну и пришел. Кирилл когда-то учился в этом классе, также следил за партой, также прилежно поднимал руку, чтобы ответить на вопрос. Хорошист, одним словом. Учился хорошо, всегда старался. Я думаю, что вот одно из отличительных черт его – это не останавливаться на достигнутом. Действительно, всегда старался, всегда хотел, всегда добивался. Но я думаю, что это в дальнейшем сказалось и в хоккее, не только в учебной хоккее. До седьмого класса, если честно, ну, как бы хорошо учился. Я там старался, там всегда делал. А потом, когда начали к МХЛ тренировки, получается, не своим годом тренировался, а с МХЛ. И получалось, во время школы тренировки были, и мало на уроки ходил. А вот потом в девятом классе не сидел в ГИА, там в одиннадцатом ИГ, ну, старался где-то в этот год там поднатаскиваться, главное, там, русский, математику. И всё. А так до седьмого класса хорошо, а потом всё, вниз пошло. Прилежное отношение к учёбе неспроста. Мама капризовая учительница. И в самом малом возрасте, когда Кирилл ещё не был школьником, он сидел на маминых уроках. Она была в начальных классах классным руководителем, и я помню, как сидел на последней парте всегда, и она мне там большие такие рисунки давала, учила, ну, ребят, а я сидел в конце там рисовал. Вот это хорошо помню. По-моему, с первым классом ещё, мне ещё нельзя было учить, я что-то там ходил тоже, понимал, там сидел на меня, бывало, на уроки отправляло. Но, как говорится, кто не бил стёкла в окнах, тот не был мальчишкой. Даже капризов один раз отличился. Когда мы летом играли в футбол, я помню, у нас там сетка, стадион, рядом школа и сетка поселение футбольное. Мы в футбол играли, и кто-то вечером там, уже в школе никого не было, может, там бабушки, которые сидят, ну, типа вахтёрши, да. И мечом попали в стекло, раз разбили. Ну, никто не вышел, ничего, как бы всё так спокойно стало. Там, получается, двойные стёкла, одно стекло, стоит старые такие стёкла, и второе сразу, переднее разбили в столовую, по-моему. И тут же контратака у финцев, бросок! Наконец-то Кирилл Капризов забрасывает свою первую шайбу в сезоне, которую уже никто не отменил. У каждого спортсмена бывают переломные моменты, или пограничные, каждый называет их по-разному. Они могут произойти в юности, могут позже. У Кирилла Капризова такой час икс наступил на самом расцвете карьеры, когда он ещё не играл даже в молодёжке. Когда мы первый раз в Омску проиграли, со счётом 21, и тогда он вышел, я вышел такой, говорю, можем закончить с хоккеем. Ну, и всё, приехали домой, и он на второй день, разговаривая там с тренером Зыков, такой тренер, он сказал, говорит, надо кидать там по 500 раз шайбу, там бегать. И он, буквально приезжая с этого, с турнира, он начал ходить на стадион и бросать шайбы. Я там во второй команде набрал этих шайб, потом попросил у пацана, ну, у администратора. И он каждый день ходил и кидал, 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 кидал. И тогда вот у него это загорелось, и он бросил всё, как бы так, и чисто ходил там бегать, кидать. И вот такое, что, как бы я думаю, вот он уже, как бы созрел для такого, для тренировочного процесса, что, как бы это что, закусился мальчик. Он очень упертый, очень вредный был. Она рассказывала, что это маленький в детстве был. Ему там скажешь, он всегда стоял на своём. Вот если он захотел, например, всё, он так и будет, как он хотел. И потом где-то лет 12-13 он почему-то вообще изменился, то ли это связано с хоккеем. Ну, то есть он вообще другой стал. Молодёжный чемпионат мира в Хельсинки стал первым серьёзным испытанием для Кирилла на международной арене. А когда от золотых медалей тебя отделяет всего лишь одна шайба, моральная сложность такого испытания становится больше в тысячи раз. Капризов, бросок! Немножко не точно, хотя ближний угол до конца не контролировал, так-то нет. Да. Перевод с Абритова по Бадиму мог бы забить, да. В ближнем углу и над щитком в ближний угол провел шайб Кирилл Капризов. Но успел ему в последнее время помешать несколько защитников, в принципе, команды. Был шанс-то у него, самого главного, в конце, в самом овертайме, там, ехал, играл, уже по три ворота практически, там, с угла, в один-ноль, не забив. Конечно, так переживая, он с ним разговаривал, потом переживая, что он говорил, папа, я видел, там вот такая была дырка у ворота, я просто не попал. Капризов! Капризов! Немножко, неножко. Ну, обычно, как говорят, такие матчи выигрываются, когда в конце сравниваешь. А тут не повезло где-то, там, маленькое. Такой момент был, забили они, что-то теперь говорить-то уже. Аппонент! Пуставим его на ворота! Эфина забивают! Эфина забивают! Каспер и Капанин приносят им победу! Ну, обидно, конечно, второе место. Я говорю, что был шанс, и именно у него был шанс, когда забить, чтобы стать чемпионом. Ну, так получилось, что теперь. После такого обидного поражения взрослеешь. Вот и Капризов повзрослел. Тем более новый сезон подарил ему новую команду Салават Юлаев. А это значит новая жизнь, новый дом, новый коллектив. По правилам введена шага в игру. У Марк бросок картикана на добивание! Идбази! Нам сказали, что его приглашают жить в другой город, играть. Вот. Я, конечно, с ним разговаривала. Я говорю, Кирилл, вот как ты там будешь один? Все-таки, знаете, приходит домой, мама ему там покушать, постирала, погладила, ботиночки натерла, у порога поставила. А тут будешь сам. Он говорит, мам, ну что ты переживаешь? Я же уже большой. Я сам разберусь. Ну, дома сам варить не умею делать. Если только мама сейчас улыбала пельмени, мне сделала. Сам смотреть пельмени не могу. Вот и, пожалуй, ста Капризов оформляет хитрик. Едет, будет говорить партнеров. Крепкая связь с родителями непоколебима. Поэтому и по сей день каждый матч, сыгранный за сборную или за клуб, выносится на семейное совещание. Папа всегда будет, наверное, советовать. После игры не всегда же, все равно получается все в игре. Он там забил даже, он там набыл, там еще набыл. Там момент был, там надо было отдать или бросить. Снова мне всегда говорят бросать, потому что я часто отдаю. И всегда вот, что там, что там не бросал, начинает где-то залечь. Мы решили пообщаться с теми, кто не читает норовоучение игроку. Вышли на улицу Уфы и устроили небольшой эксперимент. Задали горожанам простой вопрос. Чем ближе к арене, тем больше людей скажут вам теплые слова про нападающего. Очень мы рады за него, что в каждом, в каждой игре он забивает очки, забивает голы. Самый лучший игрок. И самый молодой игрок в команде. Ничинатый. Симпатичный? Очень. Очень милый. Капризов приглянулся уфимским болельщикам. Вот уже и кружки с его фото красуются на прилавке магазина атрибутики. Уфа приняла тепло нового нападающего. Да и сам Кирилл позитивно отнесся к местной атмосфере и людям. Ты вообще ботер. Я буду его сфоткать. Маш шапку. Давай, давай, дуй, дуй, дуй. Окунуться в башкирский колорит, попробовать на зуб народные инструменты. Почему бы не провести так свободное время? Хороший отдых от напряженного игрового графика. Известная поговорка. Каждый сам кузнец своего счастья. Вот так же, как он делал эту монету, Кирилл усердным трудом прокладывал себе путь в хоккейном мире. Хоккеист Кирилл Капризов сейчас – это и вправду небольшая золотая монета. И ближайшее успешное выступление на молодежном чемпионате мира только повысит ее стоимость.